Минусовая температура, порывы ветра, промерзлая почва и обледеневшие деревья в таких условиях нынче несут службу украинские воины неподалеку от Бахмута. Все покрыто льдом, все замерзло после дождя. Когда у нас машина припаркована в укрепленной позиции, земля промерзает. И нужно убрать эту замерзшую почву, потому что машина должна иметь возможность двигаться в случае чрезвычайной ситуации. У нас и так недостаточно бронетехники, а особенно той, которая нам нужна. Поэтому мы не хотим оставлять нашу технику в таких условиях. Отогреться, передохнуть и выпить горячего чая можно разве что в обустроенных блиндажах на позициях. Каждый, даже тот, кто оказался на огневых позициях, хочет находиться в теплом и уютном месте. Но что поделаешь, здесь тоже нужно выполнять работу. Такая погода неблагоприятна для проведения военных операций, отмечают бойцы. Однако противник упорно продолжает искать способы прорвать украинскую оборону. В последнее время россияне используют эту погоду для продвижения вперед и атакуют наши позиции. Нашим птицам не очень нравятся подобные условия, потому что снег налипает на дроны и замораживает камеры и винты. Солдаты признаются, воевать зимой трудно, но все же с оптимизмом смотрят в будущее. Холодно, мокро и серо. А делать свою работу надо, другого выхода нет. Все это понимают, но нам, конечно, не очень хочется. Мы выгоним эту нечисть, как только сможем и вернемся домой к своим семьям. И вопреки сложности погодных условий, украинские бойцы ежедневно отражают атаки противника, уничтожая военный потенциал путинской армии. Продолжение следует...